Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о послании апостола Павла к Титу, мы обратимся ко второй главе этого послания. Вторая глава, как и все послание, весьма краткая. Да, и две по-настоящему важные вещи здесь говорятся, на которые нам необходимо обратить внимание. Очень разного порядка. В первой половине главы, с первого по десятый стихи, апостол, собственно, продолжает то, о чем он начал говорить в первой главе предыдущей, где он поручал Титу поставить старейшины смотрителей в христианских общинах, таких, которые были бы здравомысленны и здравы в вере, могли противостоять разным законнического типа, уводящим от сути дела и от веры разным течениям, учениям и людям. Ну вот. Дальше он закончил эту главу первую словами, что для чистых все чисто, а кто там изобретает какие-то сложные, многосоставные правила, тихообличениям. А дальше он говорит, ну вот, а ты сам проповедуй здравое учение, проповедуй здравое учение о том, как, какими нужно быть или как нужно жить, что видится важным автору послания. Ну и здесь мы видим с вами на поверхности, по крайней мере, целый ряд достаточно конкретных рекомендаций или требований, обращенных к конкретным людям или к конкретным категориям людей. Вот он говорит людям старшего возраста или старцам, пресвитерам, собственно, старцам приличную умеренность, достоинство, благоразумие, все такое прочее. Да. А женщинам в возрасте, там, вот, пристойное поведение, чтобы без пристрастия к вину, да, лучше пусть учат доброму, наставляют молодых женщин любить своих мужей, детей и не подавать поводу, поносить Божье слово. Дальше еще он обращается к молодежи, как теперь говорят, к юношам или молодым мужчинам, тоже призывая к благоразумию, в синодальном переводе увещевай быть целомудренными, ну, в ту эпоху, когда создавался не только синодальный перевод, но и вся традиция толкования, которую он восходит, ну, там немножко были смещены акценты, сейчас это может быть и более в общей форме переведено как к благоразумию вообще, не конкретно к целомудрию, а к некоторой тоже здравой и благоразумной жизни. Вот. Ну и, наконец, еще в последних стихах этого отрывка, этой половиной главы, автор Павел обращается или рекомендует Титу обращаться к рабам, ну, и рабов тоже учи повиноваться своим господам с безутайки, с настоящей верностью, не воруя, чтобы это тоже было украшением учения спасителя нашего Бога. Ну и что за всем этим стоит? Понимаете, в отличие от каких-нибудь форм иудейского закона или правил православного благочестия здесь очень-очень неконкретно. Ну, что значит, там, людям старшего возраста приличную умеренность? Ну, прилично. А умеренность – это что? Какое количество черной икры на бутерброде будет умеренным или неумеренным? Или вообще там что-то еще, да? Или там женщина в возрасте, чтобы без пристрастия к вину. А сколько будет пристрастия, а сколько не пристрастия? Павел ведь не предлагает конкретных указаний. Он некоторое общее направление дает. Он говорит о, ну, здравой, порядочной жизни, об отсутствии зависимостей, там, химических или каких-нибудь психологических, да? Вот, собственно, о чем речь. Об отсутствии зависимости, о здравой вере и благоразумии, о любви и терпении, о том, чтобы люди к окружающим, к ближним относились по-человечески, не были примером какого-то безудержного разврата или, ну, вообще порицаемого поведения. И других к этому учили, чтобы, значит, вот старицы вразумляли молодых любить мужей. А то вот без этого вразумления старец, они не догадаются, что надо любить мужей и детей. Вот, понимаете, речь не о конкретных вещах, а о некотором образе благопристойности, образе, который вообще-то ведь в каждую эпоху свой. И, с одной стороны, мы понимаем, что есть абсолютно инвариантные вещи. Блуд он в любую эпоху – блуд. Убийство в любую эпоху – убийство. Вранье в любую эпоху – вранье. Ну, вот, скажем, особенности одежды – штаны носить или не носить. Павел ведь не носил штанов, как и женщины его времени. А в другое какое-то время все носят штаны, что мужчины, что женщины. Да, вот, понимаете, какая штука? С одной стороны, он пытается сказать о некотором инвариантном, о том, что он называет скорее здравым учением, здравой верой и приличным поведением. Но описывает это тем, что скорее будет приличным поведением в его эпоху. И у нас повисает на самом деле безответный вопрос. А что здесь является инвариантой, а что данью конкретной культурной эпохи? Да, и чем в нашей жизни стоит дорожить или, наоборот, можно пренебрегать? Должны ли старухи учить молодых женщин любить мужей и детей? Ну, вообще говоря, в те времена, может, и должны. А сейчас у нас книжки есть, художественная литература, например, да, можно без других источников обойтись. И вот, глядя на эти слова Павла, вот с одной стороны, видим, что да, есть ясно ощутимый образ здравых, здравомыслящих, верящих, любящих, порядочных людей. Но он не привязан к конкретным обычаям эпохи. Скажем, проявление такой порядочности в разных обстоятельствах могут быть очень разными. Обратите внимание, да, что, скажем, Павел в ту эпоху очень часто говорит о гостеприимстве и о заботе о бездомных, нуждающихся странниках, ну, собственно, именно странниках в основном, то есть о тех, кто не является гражданами, кто политически и экономически, и социально ущемлен в правах. И он часто говорит, ну, надо им помогать, введи в дом скитающегося бедного. Вот. И в те времена это черта порядочного, нормального человека. В наше время, когда совсем по-другому этот социальный феномен устроен, иногда люди пытаются ему последовать рекомендациям Павла напрямую, и получается чаще всего не очень хорошо. Потому что если тогда функция социальной помощи, социальной защиты принадлежала скорее отдельным христианам, то сейчас христианским общинам. Я уж не говорю о том, что целую кучу государств написали у себя в Конституции, что они социальные. Ну, чаще всего это вранье, и они ни разу не социальные. Но тем не менее, да, в современном мире по-другому устроена эта сторона жизни. По-другому. И многое, многое можно привести в качестве конкретного примера того, как надо быть порядочным как в ту эпоху, так и в эту, но внешне выражаться, и тем более выглядеть это может довольно по-разному. Ну и вот обратите внимание, то, что он говорит здесь о рабах. Пусть повинуются своим господам, исполняют их волю без пререканий, без утайки, с настоящей верностью во всём. Но он вообще прав, нет? Может быть, сегодня порядочный человек ожидал бы прочитать здесь у апостола Павла, что какие вообще такие рабы? Порядочный человек не должен владеть рабами и не должен соглашаться с тем, что рабство существует. Сейчас там целая ООН борется с этим, ну и самые разные организации, международная правовая система и национальная правовая система практически любой цивилизованной страны. Какое такое рабство? Рабства быть не должно. Вообще. И вот эти два стиха в те времена апостола интересовало именно это. Он понимал, что ну ничего не сделаешь. Не под силу никому отменить рабство. Остается только надеяться, что Господь придёт скоро. И рабам надо, не вызывая гнев и порку со стороны хозяев, дожить до этого времени пришествия Господня и не стать причиной нареканий на учение христиан, чтобы быть украшением учению Спасителя нашего Бога. Рабство не является украшением учения Спасителя нашего Бога. Это язвы, позор на лице человечества к Богу отношения не имеет. Ну вот в те времена Павел думал, что уже не удастся с этим ничего сделать и времени для этого нет. Поэтому он рекомендует так. Но попробуйте применить эти 9-10 стих к сегодняшней жизни. Сегодня кому-нибудь из нас, да, ну мы, к счастью, не рабы, а, главным образом, наёмные работники, хотя не так велика разница по совести сказать. Рабы пусть повинуются во всём своим господам. Никаких рабов. Нет. Для порядочных людей, какими Павел хочет видеть, христиан, благоразумных, старцы, здравомыслящие с мудростью и умеренностью, старушки без лукавства и пьянства и так далее и тому подобное, молодые мужчины, ведущие себя тоже сдержанно, да, вот рабству здесь нет места. И никаким инструкциям о том, как рабам себя следует вести, тоже нет места. Вот на этом месте очень видно, как с одной стороны есть инвариантный образ порядочного человека, а с другой стороны его воплощение и имплементация в жизни, в поступках христиан, очень зависит от эпохи. Вот на примере разговора о рабстве. Теперь во второй половине главы с 11 по 15 стих апостол говорит о в сущности о том же самом, пытаясь обосновать, почему он хочет, чтобы христиане были вот такими приличными, умеренными, здравомыслящими, мыслящими, трезво мыслящими, людьми с достойными поступками, любящими ближнего, здравой вере и терпение. Ну, вот все, что там было выше написано. Он говорит, ну, потому что благодать Божья, дар Божьей милости, щедрый и бескорыстный дар Бога, что, собственно, и называет Павел благодатью, вот, явился для того, чтобы спасти всех людей, для всех людей, вот, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, как говорит привычный нам синодальный текст. И вот этот дар щедрости, который дается для спасения всех человеков, слушайте, надо остановиться и вот эту фразу учить наизусть. Дар Божьей щедрости дан для того, чтобы все спаслись, для спасения всем человеком. И каждый раз, когда тебе хочется кого-нибудь обличить и сказать, вот он плохой, оскорбляет мои чувства верующего, вспомнили тут же эти слова благодать Божья для спасения всем человеком. Вот он там поступает неправильно, или они там раскленный, не знаю, кто там раскленный, север, юг, восток и запад. Явилась благодать Божья, спасительная всем человеком. Павел говорит о явлении Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя в жертву за нас, и это дар Божий спасительный для всех, для всех. Разделять людей на категории, причем большей частью бинарные, эти хорошие, эти плохие, один берется, другой оставляется. Эти спасутся, эти не спасутся, это свойство плотское, свойство нашей психики, так устроен наш разум. но это то, от чего надо избавиться, чтобы быть учеником Господа Иисуса Христа. Необходимо. Благодать Божья явилась для спасения всех людей. Всех людей. Вот Павел это здесь в каком-то смысле вскользь повторяет. Для него не в этом может быть суть. но современные люди до такой степени не помнят об этих словах или не верят этим словам, что прям надо специально на этом останавливаться. А дальше апостол говорит, что вот эта самая благодать спасительная для всех людей, которая может стать спасением для всех людей, научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мерзкие похоти, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Да, учить жить в нынешнем веке разумно, праведно, благочестиво. Вот в нынешнем веке, сейчас, не когда-нибудь потом, когда настанут другие времена, я не знаю, там, конец света или еще что-нибудь. А вот здесь, сейчас, тем образом, который здесь и сейчас будет разумным, праведным, благочестивым. Снова появляется это слово про благочестие, ну, конечно, слегка путающее читателя. И дальше апостол продолжает и говорит о том, что же это значит и почему сейчас нужно жить вот так, вот так, в терпении, в благоразумии, в здравой вере, в любви к ближнему, там, беззависимости и так далее. Потому что именно так здесь и сейчас в нынешнем веке мы призваны, как апостол пишет, с надеждой ожидать блаженного дня, когда явится Бог. Вот он предлагает порядочную жизнь, жизнь порядочного человека, не просто воздерживающегося от греха, но и старающегося действовать, чтобы нести добро и свет в эту жизнь, вот эту порядочную жизнь, в любви к ближнему, соотносит с будущим явлением. Потому что так, говорит апостол, мы к этому будущему явлению готовимся, так мы прикасаемся к нему, отблеск света этого будущего дня так входит в нашу сегодняшнюю жизнь, когда явится во славе великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос, который отдал себя за нас в жертву, чтобы избавить нас от беззакония. В предыдущей главе он напоминал Титу, что вся болтовня и желание поучать, как правильно то делать, все делать, все эти 40 тысяч мелких подробностей закона, это все неправда, в этом всем нет жизни. Здесь он говорит, что на самом деле жизнь, это Иисус Христос, который отдал себя в жертву за нас, и вот когда он явится, тогда это будущее явление наполняет нашу жизнь, и его ожидая, мы в этой жизни отказываемся от нечести и погони за удовольствиями, и живем разумно и праведно, и это дар благодати Божьей, дар бескорыстной щедрости Бога в том, что он отдал себя в жертву за нас, и это делает нас способными вот так в праведности и порядочности жить в ожидании пришествия Божьего. И еще апостол добавляет, что Христос, отдав себя в жертву, сделал это, чтобы избавить нас от беззакония, очистить и сделать собственным народом. Может быть и нехарактерная для Павла мысль. Ну, по крайней мере потому, что мы привыкли считать более характерным для Павла то, что он говорит в послании кремлинам, обращаясь к христианам из язычников, напоминая об Израиле, говоря, что вот ты, дикая маслина, привился к культурной. Здесь же он говорит о том, что Христос отдал себя в жертву, чтобы нас, христиан из язычников, сделать своим собственным народом, чтобы мы охотно творили добрые дела. А вот это, как раз, наоборот, мысль вполне себе Павлова, вполне для Павла подходящая. Он говорит о том, чтобы посмотрите в этот лихо закрученный фрагмент с 11 до 15 оказывается вот что. Может быть, в таком порядке логика, чтобы мы собственной волей добровольно, сами, без понукания, без насилия, без принуждения творили добро, чтобы мы были ревностными к добрым делам, как выражается синодальный перевод. Вот для этого Иисус умер на кресте, отдал себя за нас в жертву, сделал нас своим народом, и этот дар благодати уже явился через проповедь апостола, уже явился для спасения любых людей, всех людей, вот, чтобы уже сейчас жить по законам, которые будут актуальны после пришествия во славе великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Царство настанет, когда придет Иисус. Но по законам Царства мы живем уже сегодня, потому что мы уже граждане этого Царства и уже участники трапезы этого Царства. И для этого распятый Господь дает нам свой благодатный дар. Вот примерно так можно выстроить логику этой части письма апостола Павла Титу. Продолжение следует...